Добрый день еще раз. Меня зовут Кавердиаф Александр Владимирович. Здесь я работаю уже 18 год. Два высших образования в том числе и по дереву инженер лесного хозяйства. За это время я уже проехал более 75 фабрик европейских, российских, китайских, турецких. Кроме Америки практически везде на фабриках самих я побывал. Сегодня мы начнем, значит, рассказ про напольное покрытие. Их натуральных не так много. Начнем первое, это с ламината. Ламинат относится к натуральным напольным покрытиям. Почему? Потому что в основе его есть древесный материал, так называемая средняя часть. Это плита ХДФ, МДФ. Она может быть по-разному называться, из-за того, что есть разная спрессованность этой стружки. То есть там древесная стружка внутри. Если мы с вами посмотрим, это основа его. И за счет этой основы он может называться как натуральный материал. Сверху идет фотопечать, фотобумага. Она приклеена. Покрыта она меламиновой смолой. С задней стороны идет нерафинированная бумага. Но это в основном большинство ламинатов так изготавливаются. Они подразделяются по разными классификациями, по степени износа. То есть, что такое степень износа? Это когда какое-то количество людей может проходить в течение какого-то времени на квадратном метре. Это идет классификация. Грубо говоря, разные царапания, разные износы. То есть, ламинату не страшны. Вот он подразделяется под разными классификациями. Ну, вот сразу видите, у него статичность появляется. Это вот у него один из минусов. По классам стойкости в основном в продажах используется 31, 32, 33 класс. Большинство производителей пишут 34, 42, 65. Разные цифры. Но эти цифры не относятся к каким-то стандартам и поверхностному истиранию. То есть, количество вот этих цифр, 31 класс, 32 класс, это говорит о степени износа. То есть, максимальный 32, 33 класс, это для домашнего использования, для использования в офисах, бытовых использованиях. Можно в аэропорту, УЖД, вокзале, в барах, в ресторанах использовать такой ламинат. Ламинат обладает высокой степени износа, обладает стойкостью к царапинам, обладает стойкостью к проникновению каких-то жидкостей. Но вот многие заблуждаются, что есть влагостойкие ламинаты, либо с усиленной степенью влагостойкости. Да, такие ламинаты есть, но на самом деле, если мы плиту зальем водой, то через какое-то количество времени, в любом случае, жидкость, либо вода, будет проникать в плиту. И вот от степени качества вот этой плиты будет зависеть от того, разбухнут все стыки в ламинате, либо не разбухнут. То есть, в любом случае, какое-то время есть. Более дешевые производители, это обычно от часу до трех часов. Более дорогие, качественные производители уже от восьми часов до суток. Некоторые производители выдерживают до трех суток под топлением жидкости. Но даже после двух-трех суток все равно будет вода потом проникать и будет разбухание. То есть, такого ламината, который прямо затопили, ему ничего не будет, это такого нет. Это только плитка. Плитка как затопили, так и будет плиткой. А здесь, в любом случае, плита. Отличается, значит, разными производителями, классами стойкости, ну и в основном дизайном. Дизайны в ламинате присутствуют на сегодняшний момент разные под древесные стили, под плитку, дизайны под елочку. То есть, укладка может быть разная. У разных производителей еще идет разная степень передачи цвета. То есть, чем больше пикселей, так называемых, больше цветности, больше похоже на натуральность. Многие ламинаты сейчас, в данном случае, идут с разными текстурами. И то есть, когда вы ощущаете их, то можно потрогать, как будто полностью натуральный пол. То есть, вы ощущаете. По степени холодный он или либо теплый, тут сложно судить. То есть, если помещение достаточно теплое, то тепло будет на нем оставаться. То есть, оно будет уходить, но в течение как бы дня градус 2 вы все равно будете терять. Так как ощущение ногами, руками у нас тактильно более такое идет у человека. То есть, тот человек, который чувствителен к ощущениям, для него будет казаться, что ламинат холодный. Но в стандарте как бы это нормальный, приятный материал тактильным ощущениям. По укладке. В основном укладывают его на какие-то либо подложки. Подложки могут быть разные. То есть, мы в основном предпочитаем укладку на пробковую подложку, так как она обладает звука, непроницаемостью, теплопроводностью, мягкостью в своем ощущении. То есть, вы будете ходить, но и самое главное шумогашению. То есть, когда вы укладываете на такую подложку ламинат, так как у нас звонкий материал, когда укладываем на такую подложку, он уже менее становится звонким. В природе существует очень большое количество разнообразных подложек, различных вспененных, искусственных подложек. Но мы в основном предпочитаем вот укладку на пробковую подложку. Она уже себя испытала. Плюсом пробка обладает дезинфицирующими свойствами, антибактериальными свойствами. Поэтому, если после строителей какой-то остался грибок, либо мусор, либо нечистоплотные строители, то под пробковой подложкой, как показывает практика, он погибает. А если мы вспененные полиэтилены идем, то потом, если мы открываем через лет 5-6, то увидим там грибок, либо какой-то вот такой маховой покров. Потом человек начинает ощущать в виде кашля. То есть, начинается сильный кашель, аллергические реакции, значит, была грязь оставлена. Вот. Поэтому такая подложка еще такую функцию выполняет. Сейчас все больше и больше используются теплые полы. В данном случае, если в квартире мы говорим, то это теплые полы электрического характера. Под электрические полы уже используется специальная подложка теплопроводящая. Она уже искусственного характера идет. То есть, у нее основная задача – это быстро провести тепло через себя и передать, в данном случае, напольному покрытию это ламинату. Максимальный нагрев на ламинате при теплых полах лучше всего от 24 до 26 градусов. При влажности помещений в районе 30-40%. Так как мы сейчас живем на Урале и у нас в основном в квартирах очень сухо, то проблема с сухостью возникает при всех напольных покрытиях, в том числе и ламината. Хоть и говорят, что ламинат менее устойчивый, точнее, более устойчивый к влажности, то есть ему, в принципе, не важно. Но на самом деле, так как, соответственно, здесь древесная основа, она тоже самое к влажности реагирует. То есть, если будет очень сухо, потом очень влажно, опять очень сухо, очень влажно, ламинат начинает гулять, начинают возникать вот такие звуки. То есть, это тогда, когда замки высыхать начинают, они между собой трутся, гуляют, получаются какие-то звуки. Поэтому влажность тоже нужно в помещении соблюдать. Это 30-40%, не меньше. По нормативу идет от 40 до 60, но такой норматив нереально выполнить. Если мы даже берем увлажнитель или какие-то системы вентиляции, системы кондиционирования, такого не получается. То есть, теплый пол под ламинат можно укладывать. Его как на водяной теплый пол, так и на электрический теплый пол. Но максимальный нагрев градусов лучше всего делать в районе 24-26 градусов. Это уровень комфорта. Написано в теории, можно до 28-30 градусов некоторые ламинаты прогревать. Но по такому ламинату уже будет бегать очень горячо. То есть, ну, как бы я таких еще клиентов не встречал, когда очень... То есть, в основном мы занимаемся европейскими производителями. То есть, их можно посмотреть на стендах. То есть, и у них в основном коллекции меняются каждые 3-4 года. Поэтому, когда клиент покупает, мы всегда говорим, что лучше купить с запасом хотя бы на коробку, на две. Потому что пройдет 2-3 года. Если нужно будет что-то заменить, то потом просто его нигде не найти. Потому что... Почему они меняют? Потому что каждый производитель старается какой-то дизайн перекопировать у другого производителя, сделать что-то новое, интересное. И поэтому они стараются делать дизайн, либо какой-то добавлять этот дизайн, или какой-то тренд новый появляется. На светлая тона, на серая тона, на коричневая тона, и все уходят туда. То есть, допустим, лет 5-7 назад было популярно мербао в экзотические породы. Практически большинство ламинатов были все в красные тона, коричневые тона. Потом пошла мода на серые, светло-серые, бежевые тона. Сейчас большинство таких тонов. То есть, вот от этого зависит. Поэтому, когда вы покупаете какой-то объем, если у вас есть, конечно, место, где похоронить, лучше купить 1-2 упаковки. Почему? Потому что ламинат можно восстановить, можно заменить деталь, разобрать эту деталь, пересобрать и вставить ее туда. Либо, если какие-то незначительные повреждения, то можно ламинат вылечить методом мягкого, либо твердого воска, запаять в данном случае какую-то царапину, либо вмятину. Ну вот, вкратце, что можно сказать о ламинате. Если какие-то есть вопросы, пожалуйста. Под ламинат. Значит, под укладку большинства напольных покрытий требуется, если мы говорим о стяжке, то перепады 2-3 мм. Но в основном допускается до 5 мм перепад в рамках одной комнаты хотя бы. То есть, если мы говорим о перепадах больших уже 5-7-10 мм, то требуется, конечно, заливка и выравнивание основания. Вопрос еще в чем бывает. Когда мы укладываем ламинат, и клиенты хотят, и дизайнеры тоже, и архитекторы хотят уложить весь пол без разрыва, такая технологика, конечно, возможна, но это должно быть одно помещение, единое, допустим, там 40 или 50 квадратных метров, ограниченное четырьмя стенами. Вот в этом помещении мы можем безразрывно уложить какой-то большой объем, в зависимости от марки производителя, который заявляет, допустим, вот у этого ламината можно 30 метров уложить по нормативу, у этого 40, у этого 50, куда-то до 80 метров квадратных. Но если эта комната, квартира делится уже какими-то перегородками, дверными проемами, то в каждой дверном проеме лучше всего заложить какой-то небольшой порог. Да, компенсатор, компенсационный шов. В данном случае также еще ламинат, когда мы укладываем возле стены, возле стены то же самое, оставляется технический зазор от 5 до 10 миллиметров. Сделано для того, что ламинат в любом случае у нас подвижная субстанция, она гуляет, поэтому на площади 30-40 квадратных метров практически происходит движение 3-4 миллиметров. Почему еще делается разрыв? Потому что, допустим, одна комната сильно нагружена шкафами, мебелью, интерьером, следующий коридор практически пустой и по закону физики у нас напряжение будет передаваться в более, так скажем, подвижные места и там будет происходить разрыв. Разрыв в ламинате, значит, это получается щель, щель это потом не восстанавливается, потому что ломается замок, мы его никак уже не склеим, не соберем. Поэтому, чтобы этого предотвратить, можно, конечно, уложить единым монолитом. Бывает так, что укладывают и ничего не происходит, но таких случаев процентов, наверное, 30-40. А в основном у большинства тех, кто не делает какие-то технические зазоры, не пользуются правилами укладки, инструкции, возникают, значит, разрывы, щели, какие-то движения, либо ламинат может стать горочкой, либо разъехаться, то есть вот кто к этому приводит. А вот в интернете показывают такие, значит, истории, когда ламинат хотят постыковать с плиткой, но не хотят порожек между ними. И берут крайнюю ламы, приклеивают ламинатом, которое касается плитки, а все остальное уже плавающее. Можно ли так делать? Так делать нельзя, но делают. Почему? Потому что, допустим, в офисах, в каких-то магазинах, на скрупных магазинах Мега, Икеа, Гринвич, так многие делают. Бывает, даже приклеивают ламинат полностью, но в любом случае, даже если вы приклеите ламинат на клей, он также будет гулять, у него будут разрывы. Просто при приклеенном ламинате будут какие-то детали отходить между собой, и все, она будет отдельно шататься. На подложке, когда она лежит, она целым полем гуляет, и таких разрывов, либо микрощелей по всей плоскости меньше всего. То есть, когда вы делаете приклеивание последнего ряда, но лучше делать тогда несколько рядов приклеивания. То есть, если мы подходим к плитке, это последние два-три ряда, они проклеиваются и подходят к плитке. Но то же самое вам не мешает, если у вас ровное основание и соединение с плиткой идеальное. Можно просто специальным герметиком прогерметить этот шов. Если у вас площадь соприкосновения небольшая, в принципе, герметики эластичные на сегодняшний момент, и они выдерживают нагрузку движения ламината. То есть, если даже герметик потом вышел куда-то, вылез, либо испортился, можно опять заново взять и прогерметить. То есть, такое тоже возможно. Но по технологии у ни одного из производителей этого не написано. Есть просто ламинаты, допустим, вот немецкая марка Хара, у них уже есть ламинат сразу с клеевым швом. То есть, на задней стороне ламината нанесен клей через специальную, значит, мембрану. Вы эту мембрану убираете, эти детали приклеиваете. То есть, такой ламинат есть. Он специально со звукопоглощающей как бы основой идет и с клеевым швом. То есть, такие ламинаты существуют. То есть, можно самому ничего не выделывать, вот это не придумывать, а купить сразу же готовый же ламинат с клеевым швом. То есть, такой ламинат существует. Толщина подложки, но в основном выбирается 2 мм. Почему? Потому что чем толще, тем больше будет пустоты, звука. То есть, и прихождение, если где-то какой-то перепад есть на основании, и вы положили еще большую подложку, вот в этом месте все время будет звук. И он все будет больше, больше, больше. А вот у вас там совсем есть... А это уже для других целей. Это когда мы делаем шумоизоляцию, либо делаем какой-то конференц-зал, либо делаем, допустим, киностудию, либо звукозаписывающую студию. То там тогда применяются более толщие подложки. Они применяются как для пола, так и для стен. То есть, чтобы это звукоизолировать, отдельную комнату с отсечкой в перемычке в бетонном полу. А вот от звуков улицы, проезжей дороги, стены, такая толщина может ощутить звук? В основном звукоизолируется, если комната, то передается... В нее все равно будет проникать звук? Ну, там другие делаются звукоизолирующие всякие штуки. Сантиметров 10-15 по стене, если вы сделали звукоизоляцию, тогда она спасет процентов на 15-20. От того, что все зависит от той стены, которая у вас предусмотрена. То есть, если мы говорим даже о старых кирпичных домах, о старых панельных домах, они наоборот менее шумные на сегодняшний момент, чем все современные новостройки. Потому что в новостройках нет отсечек. То есть, цельная. И если вы зайдете в современные все квартиры, там все клиенты сразу начинают шумоизолироваться от других. Но вопрос в том, что если он шумоизолировался, тот не сделал. Все равно будет у них. То есть, они обоюдно все, со всех четырех сторон должны заниматься этой тематикой. Поэтому бесполезно. У меня два вопроса по ламинату. Значит, первый ламинат новый вопрос. Минусы, да? То есть, это, во-первых, он звенит. Минусы, да. Он шумный, но вот статичный. И у него порожки, да? Порожки. Какие еще минусы есть у ламината, которые характерны именно для ламината? Ну, многие как бы приверженцы натуральных покрытий. Почему, если они выбирают дерево, а не ламинат? Все-таки это не полностью имитирует, первое. Во-вторых, нету той теплоты древесной, как, допустим, в древесине, чем в ламинате. Ну, и здесь восстановить его нельзя. То есть, перекрасить в какой-то другой цвет или что-то переделать со временем или отреставрировать. То есть, если вы положили лет 12-15 максимум, он пролежал, потом он выкидывается и укладывается новое покрытие. Вот поэтому, то есть, отличие от... Ну, и второй вопрос. Мы знаем, что застройщик кладет ламинат, то есть, его даже, наверное, ламинатом назвать нельзя, непонятно что. Вот. Соответственно, мы делаем вывод, что есть ламинат хороший, есть плохой. Да? Как выбрать хороший, где эта золотая середина, цена-качество или такого вообще не бывает. Ну, то есть, вот в теме, значит, по качеству ламината давайте какое-то тоже пояснение дайте, пожалуйста. И, соответственно, по брендам, да? То есть, есть много брендов, там, поделок, еще чего-то такого. Ну, не хотелось бы... Да. Ну, смотрите, бывает так, что есть фабрика, на этой фабрике производится до 5-10 сейчас брендов. Раньше почему фабрика производила только один бренд? Ну, потому что он покупался, потому что он делался на качественном сырье, да? Я сейчас особо не буду бренда, а то потом скажут меня, накажут все производители, да. Вот. Мы почему остановились только на европейских производителях? Потому что они производят сами плиту, сами пленку, сами свои клеящие смеси. Все свое, то есть, все сконцентрировано на одном предприятии. Большинство сейчас более дешевых производителей ламината, у них есть станок, допустим, прессовальный, да? Они закупают плиту в одном месте, пленку в другом месте. Бывает несовпадение, несостыковки. В третьем месте производят, да? И постоянно, чтобы поддерживать ценообразование, да, они что-то на что-то меняют. То есть, плита, допустим, более подорожала. На сегодняшний момент цены выросли в 2-3 раза практически вот за полтора года. То есть, просто в 2-3 раза они выросли. Связано с подорожанием натуральных, природных, да, вообще всех материалов. Все подорожало. Вот. Поэтому производители, чтобы не отбить, как бы, покупательскую способность, они ухитряются в чем-то изменить, где-то подешевле сделать плиту, допустим, не более плотную, а более рыхлую. То есть, как проверяется? Ну, берем методом царапания, царапаем, да? Или вот методом того, что я вам показал. То есть, взяли, пролили и подождали, посмотрели. В сутки хотя бы простояло. Вы увидели. Ну, допустим, если вы купили квартиру, да, и клиент вам говорит, предыдущий хозяин, что он, вот, хороший у него ламинат был. Ну, пролейте лужицу, придите на следующий день, посмотрите. Вспучилось и стыки, ну, понятно, что он вообще прямо сильно, как бы, да. Потом еще немаловажный фактор бывает запах, да. Вот. Запах, ну, может стоять какое-то время, но не полгода. То есть, если уже полгода стоит запах от нового вложенного ламината, значит, в чем-то есть подвох, в чем-то есть вопрос. Он не может пахнуть, как бы, полгода. Он может в течение месяца еще запах какой-то, да, издавать. Свежий, да. Да-да-да. Фин. Вот. А так у более дешевых ламинатов это фенолфромадегид, ацетат, бензонат, нитрит, ангидрит. И такой вот, я могу список продолжать, их более 45 позиций вредных веществ. То есть, они хоть и вредные, но они в минимальных дозах. Вопрос в том, что некоторые производители ухитряются как? Они делают тесты на своих топовых образцах, да, а в производстве совсем другое. У них есть сертификат, что все соответствует. Ну, вот у нас, допустим, мы сталкивались с таким, что клиенты вызывают садпин-надзор, да, еще что-то, то есть специальными газоанализаторами все проверяют. И мы вроде знаем, что вроде хороший вроде производитель, да, а по всем показателям у него есть превышение. Ты, когда начинаешь разбираться, докапываться до истины, да, производители уже начинают вот в этом обманывать, то есть тебя. То есть сертификат один, а товар совсем другой. Почему у европейцев такого нет? Их там просто сразу накажут на миллиарды евро, на миллион или, ну, и все, они производство свое закроют. Поэтому они производят для европейского потребления, ну, либо, если ты хочешь, вези оттуда из Германии. Мы это возим, но это все равно время занимает, там, месяц-полтора, то есть надо ждать, чтобы привезти оттуда из-за границы ламинат. Если мы говорим о наших собратьях китайцев, да, у них есть хорошие ламинаты, но они будут стоить столько же, сколько европейские по стоимости, если прям вот хороший ламинат, да. А более дешевые ламинаты, которые экономят, фенола много добавляют, либо рыхлую плиту делают. Еще немаловажный фактор такой, что большинство европейских ламинатов не обязательно на толстой плите делают, допустим, там, 10, 12, 15 миллиметров толщиной плита. То есть эта толщина плиты не играет никакую роль в качестве ламината. То есть бывает плита толстая, но она пустотелая, рыхлая, мягкая, более дешевая, поэтому на ней сделать вроде. И клиент, когда видит 64 класс эксплуатации, 12-13 толщина плиты, говорит, ох, смотрите, какой толстый хороший ламинат, здоровый, все-все-все. Но это не является фактом. То есть это может быть более дешевый производитель, взял дешевую плиту, сделал фотобумагу, фотопечать. То есть это сейчас не так уж и трудно сделать, и все, и прошел в продажу. А вот эти классы, которые многие пишут, это классы, которые сами производители под себя делают название. Название сделали, номер написали и все. Но этот номер не относится к общей сертификации, допустим, европейских продуктов и еще что-то. В магазине, когда ты приходишь выбирать, можно где-то увидеть плотность этой плиты ламината? Это будет только вот написано. Увидеть или увидеть? Ну, в смысле, написано где-то увидеть. Можно? Можно запросить технический лист, да. То есть многие как пишут, допустим, многие пишут, Германия производства, Германия, Франция, Швейцария, еще что-то. Но когда ты спрашиваешь уже, допустим, а где точно? Дайте сертификат или еще что-то, то есть на эту продукцию, то тебе говорят, это производится в Польше, это производится в Китае, это производится в России. То есть бренды зарегистрированы за границей, а производство находится в другой стране. То есть тем самым можно уже посмотреть. То есть это не обман, но вам должны все полностью дорассказывать. То есть если вы купили немецкий продукт, это немецкий продукт. Если вы купили немецкий продукт, сделанный в Польше, это другое. Если вот, допустим, у нас есть Германия, есть у нас Турция, то есть этот же производитель говорит, да, мы для того, чтобы сделать более дешевый продукт, делаем вот из наших уже не первого сорта плит, а более дешевых плит, мы высылаем их в Турцию, в Турцию их дорабатывают и на рынке пускают. Это уже другой совсем продукт, он стоит дешевле. Допустим, такой ламинат стоит там 2,5 тысячи рублей турецкого производства, но из немецких вроде бы ингредиентов, стоит там 1500. То есть на тысячу рублей за квадратный метр. Но в эту тысячу входит это плотность плиты, это экологичность плиты, это более, больше статичность, то есть притягивание пыли. Ну, пленка, соответственно, более дешевле. То есть вот в этом удешевление. Это вот мы и говорим покупателям. Будет разная, да, на эти товары? Да, будет сертификация, будет разная, да. Но они все будут в допуске, вот. Но плиты будут разные, но никто об этом просто досконально, никто не рассказывает. То есть есть плотность плиты, вот одна, 800-900 там, следующая там 1300 бывает, кто-то пишет, у кого-то 500-600. То есть это вот показатели плотности плиты, на это реагирует то, что, допустим, если вот вы положили куда-то в офис более дешевый ламинат и уборщица будет просто мыть, не отжимая водой, она промоет полгода и этот ламинат превратится в негодность. Даже если, а если вы купили ламинат более дорогой и точно так же бы мыли, ну, этот ламинат бы пролежал года два. Хоть и он бы тоже выкинули его, но он же больше пролежал бы. Вот. А по брендам, как бы сейчас видите, многие корпорации выкупают просто другие бренды, закрывают фабрики, да, а имена оставляют. Получается, ламинат надо все равно всегда с плинтуса. Без плинтуса, как бы, все равно зазор, я так понимаю. Ламинат, но в основном с плинтусом, да. Вы можете сделать скрытый плинтус, так называемый, или за стену, да, но это в данном случае, не знаю, дорогой урок удовольствия в основном, и надо найти таких мастеров. Ну, у нас, как бы, есть такие, наверное, мастера, но это будет стоить там скрытый этот плинтус или скрытую вот эту фальшстену сделать дороже, чем сам ламинат. То есть, ламинат, видите, будет двигаться, и порожек там не подойдет. То есть, с плинтусом лучше всего, конечно. Да, можно следующий материал, да, рассмотреть. Следующий материал у нас идет пробковые полы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!